Всем привет, меня зовут Ирина и сегодня в рубрике официального обозревателя Ари Флейм у нас вот такой праймер затирка пор. Сейчас это модный тренд и чем же он отличается от других праймеров, например, Ари Флейм и действительно ли он затирает поры. Я вам сделаю фотографии до и после, чтобы вы сравнили рекламный ход компании, это или на самом деле эффект, а также 8 поводов, зачем вам нужно использовать такой праймер. Итак, поехали, разбираем месте. Так выглядит праймер, и если мы сравним с другим праймером 30 мл, мы видим, насколько он больше, и все-таки я считаю, что праймеры это классно, когда они не такие большие, потому что расход гораздо меньше, чем тональная основа. А вот так я нанесла 3 праймера от Ари Флейм, которыми я пользуюсь, с той и другой, и 2 других праймера Джордани и Эдебан, они более легкие, молочные. Может заметна текстура, жидкая. Для того, чтобы вы действительно сравнили эффект, на одну сторону я нанесу праймер, а другой оставлю без праймера и сравним поры. Кроме того, здесь полезный состав. Витамин Е защищает кожу, обеспечивая антиоксидантный защитный эффект. Технология Пор Блюринг помогает впитывать избытки себума, то есть жира нашего, разгладить поверхность кожи и создать эффект размытого фокуса для визуального уменьшения пор. То есть даже не на все лицо, то есть если мы видим у нас здесь маленькие поры, ну в принципе зачем дублировать его, то есть мне кажется достаточно так протянуть. Приятная легкая текстура, кремовая текстура, отличается от текстуры тонального средства. Я рекомендую, чтобы этот праймер немножечко подсох, чтобы текстура выровнялась и после этого уже будет легкое скользящее нанесение любого тонального средства, которое вы будете использовать. Мы видим, что срок годности праймера 12 месяцев, сделан он в Польше. Если вы хотите сделать более устойчивый макияж, я вам рекомендую вот такую матирующую устойчивую тональную основу. У меня она в оттенке слоновая кость. Светловатый, но за счет контуринга я немножечко выровняю этот оттенок. Тональная основа я вам скажу, она у меня вообще закончилась, то есть если я буду выжимать, то там вообще остаются остаточки. Тональную основу я люблю наносить на спонж и потом переносить непосредственно на все лицо. Легкая текстура позволяет использовать продукт для любого типа кожи и комфортного нанесения. А матовый финиш устойчивым, как заявляет компания, в течение 7 часов. Потом я беру вот такой спонжик и дублирую. Давайте сравним с вами. Лучше всего мне это сделать на фотографии, чтобы посмотрели. Ну вот, давайте сравним. Здесь я использовала праймер, здесь нет. Итак, какой же эффект? Будус, честно с вами, поры, да, они все-таки есть, их видно, они у меня очень широкие, расширенные. Но в течение нескольких дней я тестировала, делала макияж под эту базу, фотографировалась. Одна сторона с праймером, другая без праймера. Посмотрите на эти фотографии. И вы заметите, что здесь присутствует такой легкий эффект фотошопа. Он есть, он присутствует. То есть, в принципе, свойства есть. Полного такого фотошопа, и чтобы ни одной порки у вас не было, такого эффекта я не заметила. Но все же, если мы сравним две фотографии, одно и второе, вместе мы все-таки видим, что есть такая легкая ретушь и эффект фотошопа. Однозначно, что я заметила, когда я носила базу под макияж, он был более устойчивым. Мне нравилась матовость и финиш. Буду я использовать этот продукт? Да, если сравнить два этих продукта, то этот продукт мне понравился гораздо больше. И еще один плюс. Мне понравилось, что он имеет 20 мл. А вот эти продукты, ну, я редко ими пользовалась. Я не получила действительно такого эффекта. И знаете, я вам рекомендую действительно сфотографироваться, сделать макияж с одной стороны с праймером, с другой стороны без. Сравнить внимательно и посмотреть, насколько этот продукт будет работать. Сфотографировать также через 6, через 8 часов и увидеть, насколько этот продукт будет работать. И тогда у вас всегда будет тянуться рука для того, чтобы его использовать. 8 поводов, зачем вам нужно использовать такой праймер. Во-первых, благодаря ему пигменты и компоненты не будут проникать внутрь глубину пор, провоцируя тем самым их воспаление. Основа делает макияж более стойким и исключает искажение цветов. Бывает так, что вы наносите тональную основу и смешиваясь с вашим естественным социальным секретом, она начинает немножко меняться и менять оттенок. В-третьих, база любого тона сохраняет гидролипидный барьер кожи. С помощью праймеров легко скроет неровности кожи, как покраснение каких-то небольших прыщей, так и следы от глубоких акне, потому что они покрывают поверхность, забивают составом своим и тем самым сглажены. Конечно, это будет не идеальный эффект фотошопа, но в то же время это будет действительно заметно. Праймер – это как первый слой одежды. Даже через несколько часов, если у вас сухая кожа, праймер не будет вызывать какой-то дискомфорт и ощущение стянутости кожи. В-шестых, все праймеры также содержат УФ-фильтр, тем самым защита от ультрафиолета и старение нашей кожи, что очень важно, то есть против гиперпигментации, особенно весной. В-шестых, база упрощает в разы контуринг, потому что когда вы наносите другие продукты, эффект происходит скользящий, тем самым идет равномерное нанесение продуктов. Растушевки и переходы тонов выглядят более натуральными и естественными. Ну и самое главное, в-шестых, он увлажняет кожу, в то же время он ее матирует, сохраняет бархатистую текстуру кожи в течение всего дня. Вот поэтому я вам рекомендую присмотреться к этому продукту. Я прошу вас, напишите в комментариях, пользовались ли вы праймером, новиночкой, может быть другим праймером, почувствовали вы действительно эффект, пробовали ли вы фотографироваться до-после, сравнивать, есть ли эффект от таких праймеров. Пока-пока!